Добрый день, уважаемые дамы и господа! Приветствую вас в нашем научно-исследовательском институте памяти. Мы с вами продолжаем знакомиться с книгой Герда Гегеренсера «Адаптивное мышление». И сегодня тема доклада «Инструменты. Что использовали в науке в 20-м столетии?». Тема эта достаточно длительно изложена в данной книге, поэтому мы начнем, так сказать, с логического начала, именно с того, что такое инструмент. Итак, позвольте я вам напомню, что в прошлом докладе мы говорили о неком выдвинутом тезисе Герда Гегеренсера. Мы говорили о том, что, по сути, мало сделать открытие, мало прийти к самому решению, да, или выдвинуть идею. Все эти вещи являются нематериальными, и поэтому вы не можете просто взять и вытащить и показать. Вам придется это еще и доказывать и обосновывать, но это только шаг номер один. И шаг номер два – вам необходимо научиться обосновывать и доказывать так, чтобы окружающая среда восприняла, поняла, что именно вы имели в виду, что вы хотели, и поддержала, да, то есть, чтобы приняли вашу сторону и приняли ваше решение, вашу идею, вашу теорию, ваше открытие. В данном случае я использую все данные и дефиниции по той простой причине, что они все являются понятиями нематериального характера, и все логически придется именно выводить, доказывать и делать это так, чтобы это было принято. Ну, было бы неплохо. В данном случае давайте с вами затронем ту самую третью сторону, которая нам и должна помочь и посодействовать в том, чтобы наше принятое решение оказалось эффективным, и чтобы оно было внедрено качественно, чтобы было принято сообщество. В данном случае без инструмента никак не обойтись. Поскольку мы с вами говорим о научном мире, давайте обратимся к тому, как Геренцов понимает вообще, что есть инструмент. Он говорит следующее. Под инструментами я имею в виду и аналитические, и физические методы, которые используются, чтобы оценивать выдвинутые теории. В данном случае вы видите, здесь инструмент рассматривается в том числе и как мегаоценочная функция, но давайте прислушаемся к Геренцову и посмотрим, как он классифицирует инструменты. Итак, мы могли бы сказать, что у нас есть инструменты аналитические и физические. Я повторюсь, это та классификация, которая дана автору книги. Аналитические и физические. Следуем далее. Аналитические инструменты могут быть эмпирическими и неэмпирическими. Эмпирические и неэмпирические. Примеры аналитических инструментов эмпирического вида. Это инструменты для обработки данных. Например, статистика. Инструменты для обработки данных. То есть, когда ищут и так далее, что нам необходимо понимать, чем мы имеем дело, нам данные нужно обработать. И в данном случае. Поскольку мы говорим о самом старте 20 века, одним из совершенно общепринятых инструментов такого рода является статистика. Далее. Примеры аналитических инструментов неэмпирического толка. Это у нас нормативные критерии оценки гипотез, а именно логическая последовательность. Нормативные оценки. Проверки гипотез. Обратите внимание, нормативные. То есть, есть некая норма, есть парадок. И в науке такого рода неэмпирические инструменты начинаются в 20 веке с логической последовательности. Это общность инструментальная. Мы будем говорить об этом в том числе подробно. С инструментами физического толка вы все знакомы, еще с детства, со школы. Одним из таких инструментов, к примеру, являются часы. Здесь все просто. Это физический инструмент, который вы можете взять, увидеть, приложить, прочее, прочее. Линейка простейшая, измерительная. То есть, эти вещи они знакомы. Итак, в этой главе, пишет Герензе, я сосредотачиваюсь на аналитических, а не на физических инструментах. Поэтому вот здесь я ставлю знак восклицательный. Это будет особый фокус нашего внимания. Моя тема – теории ума и то, как социологи пришли к таковым теориям после появления новых инструментов обработки данных и новых логических последовательностей. То есть, зачем вообще мы рассматриваем данную классификацию? Нам не просто интересуют, какие были инструменты, кто как к ним пришел или как их применял. Нас интересуют теории ума с целью понимания того, как он работает и как его использовать, чтобы приходить открытие, принимать решение и так далее. Поэтому вот здесь мы выписываем блок теории ума. Далее. В этом контексте эвристика инструмента ведущих теорий состоит в открытии новых теорий ума. При этом они изменяют концепцию ума посредством аналогии статистического инструмента. Результат может кардинально изменяться и приводить к открытиям новых общих перспектив. То есть, мы говорим о том, что чтобы прийти к некой теории ума, вот здесь нужно что-то использовать. Эвристика инструментов, ведущих к открытиям, как раз таки и является предметом, который исследует все эти категории, понятия, как возникает этот результат в виде открытия и так далее. То есть, самая важная категория, которая позволяет понять, прийти к некой новой концепции и прочее, прочее, является инструмент. Иеранцев говорит, в зависимости от качества инструмента, в зависимости от типа инструмента, мы будем получать новые данные. И, конечно же, как вы понимаете, поскольку инструментов существует немалое количество, здесь представлена только инструментальная общность, мы можем получать новые теориумы, мы можем получать новые моделиумы. И что в таком случае возникает? Получается, что он вроде как он один, явление, безусловно, комплексное, но теорий много. Вот у нас и предстоит с вами задача выяснить, какие из них являются достойными нашего внимания, какие из них являются прикладными, а какие нет. Далее. Геранцев говорит, здесь последует небольшая предыстория. В истории познавательных процессов, само общее исследование познавательных процессов было буквально подавлено в начале 20 века союзными войсками операционализма, он так и пишет, и индуктивизма венского круга. То есть заменили экспериментальную психологию подход Вунта на психологию исследования групп Данскера. Это проложило путь к валидизации логически выведенной статистики в американской экспериментальной психологии в период между 40-ми и 50-ми годами 20 века. То есть после Второй мировой войны в американской психологии и в том числе она оказывала немало влияния на европейскую психологию, ключевой фокус применяемых инструментов смещается вот сюда, на статистику и на логическую последовательность. Далее. В экспериментальной психологии логически выведенная статистика стала практически синонимом научному методу. То есть по сути Геранцер здесь очень тактично определяет, что из всей общности инструментов, которые в принципе могут быть возможны, а еще возможны новые инструменты, недоступные инструменты и так далее, и так далее, он говорит, что по сути самое колоссальное внимание ушло вот сюда. И если в работе какого-то ученого нет статистических математических выкладок, нет просчета на выборке, значит это вообще не исследование. И эта тенденция достаточно молодая, как видите, она оформилась между 40-ми и 50-ми годами. Это тенденция. Это не значит, что она единственная и имеет место быть. Далее. После институционализации логически выведенной статистики широкому диапазону познавательных процессов, сознательных, несознающих, сложных и простых, ей дали иное толкование, такое как интуитивная статистика. Очень интересное явление у нас возникает, вот я ставлю стрелку в теории ума, у нас возникает понятие интуитивная статистика. То есть, понимая, как работает инструмент, мы можем в том числе предположить, как работает ум. То есть, если у нас есть инструмент, значит наш ум умеет с ним работать. И в таком случае пришли к некой теории, которая называется интуитивная статистика. То есть, предполагается, что наш ум и так обладает функцией, и так обладает возможностью произведения быстрых расчетов и обработки статистических данных. То есть, не нужно, опять-таки, это теория, да, которую мы будем ее рассматривать, не нужно проделывать огромнейшую работу по выведению данных, по их группировке, по разбиванию их на группы по отличительным признакам и прочее, прочее. То есть, это длительный, колоссальный и, безусловно, важный труд. Но гигеренция говорит о том, что наш ум тоже обладает такого рода параметром. То есть, мы тоже можем интуитивно все эти статистические расчеты делать очень быстро. Как вы понимаете, это заявление не является голословным, и понятие интуитивной статистики, исследование ума как интуитивного статистика начинается еще с 1948 года, то есть, по сути, все эти явления уже науке давно-давно знакомы. И что здесь интересно? Интересно то, что по-разному восприняли, безусловно, эту теорию. Но гигеренция пишет, что он будет предоставлять доказательства, состоящие из трех пунктов. Во-первых, он говорит, что открытие теории на основе концепции ума, обладающего интуитивной статистикой, вызвало неоднородность в теории, вместо того, чтобы просто стать новым и модным языком. То есть, не думайте, что, господа ученые с распростертыми объятиями сразу этот параметр восприняли. Это открыт. Нет, это не так. Но эта концепция радикально изменила вид заявления о феноменах, об искомых объяснениях и даже о некоторых видах данных, которые были произведены впоследствии. То есть, в результате применения такой теории был получен новый вид данных, который пришлось обрабатывать и пришлось исследовать. Далее, во-вторых, я представляю свидетельство по причине слепоты или неспособности исследователей обнаружить и принять концепцию ума. То есть, федерация пишет, давайте будем объективными. Мы не знаем, как работает ум, мы не можем сказать, что он работает так и только так, но у нас есть разные данные, мы не понимаем, как они образуются у человека, и поэтому в том числе эти вещи придется учитывать. И в-третьих, я показываю, как реалистические инструменты, ведущие теориям, могут помочь определить пределы и возможности текущих когнитивных теорий, которые исследует ум как статистика, обладающая интуицией. То есть, по сути, мы будем говорить о практических, конкретных примерах. Когда брали инструменты, делали, применяли инструменты к определенной выборке, получали один результат, а потом убирали инструменты и просили людей сделать то же самое. И результаты были интересны. Итак, давайте с вами немного поговорим о той самой неоднородности, о том самом принятии и неприятии. Тут у нас возникает целая эволюция. Я думаю, что вы сможете изучить это самостоятельно. Здесь я выпишу вам отдельно такое явление, как когнитивная революция или познавательная революция. Явление это было неизбежно по одобростной причине, по причине конфликта между материалистическим взглядом, который говорит, что есть только мозг и прочее, больше ничего нет, и между психологическим взглядом, который говорит, что законы психологии не равны законам биологии, не равны законам механики. И, соответственно, имеет место быть следующее явление, такое, как когнитивная революция. И Геральцер ему даже роль определенную приписывает. Говорит, что эта революция является большим, чем просто свержение бихилиаризма, ментальными понятиями. Один из источников изменений о том, что у нас существует некое умственное начало, ментальное начало, не математическое начало. Одним из источников этих изменений являются эмористические инструменты, ведущие к теории, с их новой аналогией ума, как дефиниция обладающей статистической интуицией. Чтобы показать неоднородность в рамках познавательных теорий, я кратко обсуждаю две области, в которых описана вся статистическая техника. Давайте для того, чтобы было вам понятнее, я приведу небольшой пример. Ну, наверняка вы знакомы с таким понятием, как порог чувствительности. Приблизительно до 1955 года существовал подход Неймана Бирсона, который говорил о том, что есть некий порог. И вследствие, так сказать, применения этой теории, работа со стимульными сигналами, да, вообще со стимулами заключалась в следующей логической модели. То есть есть человек, у него есть определенный порог, знаете, как шлагбаум, да. Идет определенный сигнал, человек его воспринимает. И если этот сигнал не выше пороговой чувствительности, то человек его воспринимает. А если он выше пороговой чувствительности, человек просто не может это воспринять. Вот таково было положение вещей с точки зрения бихевиоризма. Теперь при применении эвристических инструментов, ведущих открытием, а именно логически обоснованной статистики, возникла следующая концепция. Светс и Таннер разработали систему, которая называется TSD, или теория обнаружительной способности сигнала. Как работает эта система? Было выведено учеными, что на самом деле человек обладает не просто неким порогом чувствительности, но и критерием оценки последствий нераспознавания этого стимула. То есть, было выведено в результате исследования, что человек не просто воспринимает или не воспринимает, различает или не различает сигнал, он в том числе принимает решение на расчете, на основе расчета оценки, оценки ошибки. То есть, сначала человек рассчитывает каким-то образом, опять-таки, какова будет последствия вероятности, последствия его ошибки. То есть, если я не распознаю сигнал, и, например, я буду понимать, что это, например, пуля летящая на меня, да, то результатом моей ошибки будет моя смерть. И, соответственно, человек принимает решение, как уже получается, на основании этого инструмента, совершенно другим способом. Он рассчитывает последствия ошибки и на основании этого принимает решение. Если последствия ошибки велики, в таком случае он будет обращать внимание на этот сигнал. А если последствия ошибки никак не нарушают его фоновое напряжение, не выходят за рамки, в таком случае этот сигнал остается, скажем так, как фоновый, да, как неважный, как сигнал, который можно рассмотреть позже и так далее, и так далее. Собственно, в жизни человек ведь действует так же, да, вот, посмотрите, опять-таки, с точки зрения простого наблюдения, да, ведь есть вещи, на которые вы всегда обращаете внимание, да, есть вещи, на которые вы совершенно не хотите обращать внимание, потому что считаете это неважным, да. Но если мы введем определенный параметр при тех же самых условиях, да, и, например, предупредим, например, смотри под ноги, да, или сейчас будет серьезный разговор, да, или тебя отсюда никто не выпустит, пока ты не скажешь то, что было на самом деле. То есть при введении определенного дополнительного вектора, при тех же самых равных условиях, человек уже по-другому воспринимает ситуацию, по-другому оценивает стимул. Это был пример для того, чтобы вы понимали, как изменилось отношение к тем же самым вообще явлениям и категориям. И это отношение очень важно, потому что появилась целая тенденция, целый блок, колоссальный блок исследований, опирающийся именно на умение, умом логически измерять, что происходит, и статистически измерять, что происходит. Поэтому мы стали называть неким статистиком, да, обладающим интуицией. Вплоть до того, что здесь были даже эксперименты, сейчас я вам подскажу, Джонсман, Джиллис, Айзен, Фишбау, были такие инструменты, эксперименты, когда брали группу ученых, ну, ориентировочно около 50-100 человек, эксперименты разные, и, соответственно, выборки были разные, им ставилась задача просчитать определенные вероятности при использовании инструментов статистики. Это у них занимало немалое, конечно, количество времени, после чего точно такой же вопрос задавался простым прохожим за окном вне института. Отклонение между результатами огромных просчетов ввиду применения статистических инструментов и простого ответа человека на улице было настолько минимально и незначительно, что, скажем так, это было еще одним подтверждением того, что наш ум обладает некой интуитивной статистической функцией, если говорить научным языком. Так что вот так обстоят дела, уважаемые коллеги, и, собственно, к чему это все привело. А это все привело к тому, что перед учеными возникли новые вопросы. И самый главный вопрос, как можно управлять критериями выбора ума. Как можно управлять критериями выбора ума? Я вам настоятельно рекомендую все-таки по возможности как-то познакомиться с этой книгой, подвините, чтобы вы могли проверить то, что я говорю, да, и более того, как вы понимаете, здесь описано гораздо больше примеров, мы ограничены по времени, я не могу говорить обо всех. Но, по сути, опять-таки, исследуя параметры интуитивной статистики и особенно принимая во внимание результаты экспериментов, да, статистически выверенных данных и ответов, полученных от простых прохожих, гигеренцев говорит о том, что, по сути, наш ум, вот этот статистический ум, он интуитивно выбирает между двух категорий. Какие эти категории? Фатальная ошибка и нефатальная ошибка. Опять-таки, если говорить простым языком. И это в том числе и крайне важно, потому что если наш ум умеет убирать, выбирать, если он умеет убирать из массы данных все лишнее и умеет каким-то образом делать это качественно и быстро, ну, конечно, было бы полезно научиться это делать, безусловно, и осознанно, и управляемо и в разных областях и сферах нашей жизни. Поэтому вот главный вопрос, выведенный теперь уже на основании анализа исторических данных, да, то есть как нужно управлять критериями выбора ума. Собственно, какие теории, концепции, инструменты в дальнейшем применялись для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы с вами в том числе будем исследовать вместе с автором данной книги. Спасибо за внимание и до встречи!